Друзья, рады приветствовать вас на выставке персональных творческих работ Юлии Кушиной. Называется она «Цветочная мелодия лета». И знакомство с работами предлагаем на часть просмотра видеоролика. Внимание на красную. Добрый день! Рада приветствовать вас сегодня на выставке моих работ. Но сначала давайте знакомиться. Меня зовут Юлия Кушина. И вся моя жизнь наполнена творчеством. Каждый день я нахожу время на рукоделие. И это передалось мне по наследству. Моя бабушка Сидорова Нина Васильевна и шила, и вязала, и вышивала. И кстати, вязанию она обучила сыровикинских девчонок в нашем ДК. Эта любовь к рукоделию передалась и моей маме, которая регулярно осваивает что-то новенькое. Не забывая при этом снабжать всех родственников шапками, шарфами, носками и даже пледами. Моя же история с рукоделием началась еще в школе, когда вышла свою первую картину. Символично. Но это был пион. Тема цветов вообще манила всегда. У них столько красок, души, настроения. Сложно пройти мимо цветов без эмоций, равнодушно. Вдохновившись первой работой, я принялась за картину побольше. Потом начала осваивать новые техники и материалы. Такие как вышивка крестиком, бисером и алмазная. Когда входишь во вкус, сложно остановиться и прожить хоть один вечер без рукоделия. Параллельно этим увлечениям я начала снимать. Фотография стала логическим продолжением творчества. Вдохновением для него. Среди работ появились вышитые снимки, перенесенные на холст. Тогда я думала, что эти направления основные и я буду развиваться именно в них. Но однажды я увидела ростовые цветы и папертоль. Сложно было удержаться и не попробовать. Я с трепетом и в ожидании чего-то особенного. Начала от лепестка к лепесткусь давать объемные пионы, розы и маки. Некоторые цветы превращались в старшеры. Какие-то стали декором для свадеб. Но отчасти встелилась в нашем музее. Особенность же папертоли в ее объемности 3D эффекции. Но как можно было пройти мимо и не попробовать свои силы в этих направлениях? Сегодня моя первая персональная выставка и возможность оглянуться. Посмотреть вместе с вами на плоды многолетнего труда. Оценить сурово и обозначить дальнейшие творческие маршруты. А уже завтра нас ждут новые нотки цветочной мелодии лета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вам слава, дорогие друзья. Деда. Здравствуйте. Еще раз. Это действительно большое событие для Юли. Вообще для любого мастера, когда он уставляется, дает на суть зрителей своей работы. Результат определенного этапа работы. Юлия знаю давно. Вот по фотографиям, по выставкам, значит, в дыках, отнюю города. Но я не знал. Я думал, что надо только фотографировать. Фотографии хорошие. Потому что это тоже надо уметь, это надо чувствовать, это надо чувствовать из камеры, это надо чувствовать природа. Это есть, как мы знаем, чувство кадра. Все это у нее есть. А потом, когда мы познакомились поближе, я вдруг с удивлением узнал, что она еще вышивает, что она вот эти вот слепые делает. Потом вот она открыла для меня вот это новое гипотчество в Абертоне. Что это такое? Принесла, показала. Вообще. То есть вот перед вами разносторонний человек, который все время что-то даже вот по этому видеоролику что-то ищет, что-то находит, воплощает свои находки в определенные работы. Вот вы на результат. Вот вошли сразу, да? Да вообще праздник начался, обычно у нас начинается праздник здесь. А праздник уже сегодня начался с Аброга в музее. Вот они молодые, что-то новое привнесли. Уже разнообразие на нашу, немножко традиционное такое, открытое вызвало. Да? Да, большое спасибо. Юль, спасибо тебе и за твои и работы. Интересные, разнообразные. Я говорю, вот, я каждый раз, вот когда мы открываемся, каждый раз удивляюсь, хотя я вроде бы и знаю, но каждый раз, я говорю, ну-ка, какие они у меня фаланки вот, красивые, челюсти. Скажешь дальше, если ты будешь вот этот круг познаменучий, который будет выливаться потом в новые работы, что вышло? И опять, вот, понимая, я сбиваюсь немножко, первый раз на выставке присутствует не нарисованный портрет, не сфотографированный, А сделано вот как же. Алмазная вышка, да. Вот для меня вот эти открытия каждый раз человека характеризуют для того, что он не останавливается. Вот она могла бы, ну, красивая же работа. Поэтому дай Бог тебе все самое хорошее, ждем новых работ, ждем новых выставок, чтобы не радовало, радовало, вот смотри сколько летит слов, чтобы радовало нас и дальше. Теперь хотели бы предоставить слово Юле. Юля, расскажи, как начинался твой творческий путь, какая это была твоя первая работа? В общем, с чего все начиналось? Хорошо. Спасибо вам большое, что все пришли. Мне очень приятно, что вы разделите частичку моей души, посмотрите на мое творчество. Но началось все со школьных годов. Когда-то в школе мама мне предложила, Юля, не хочешь ли ты попробовать вышивать крестиком? На что я сказала, ой, что-то это не очень интересно, как-то не увлекательно, но решилась. Первая моя работа, это вот пион, я решила его вышить, попробовала, мне понравилось. За одной картиной пошла, другая, третья, маленькие. Маленькие, хотелось вышить что-то побольше, хотелось что-то, чтобы больше сверкало, светилось. Я решила попробовать бисер, вышивку бисером. Вот, пукси, ромашки. Вот. Тоже картины заиграли разными цветами. Мне это очень понравилось. Захотелось что-то еще интересного, думаю, ну, надо же на это не останавливаться, продолжать. Вот, попробовала алмазную вышивку. Вот, моя первая картина «Олмакс». Вот. Дальше, думаю, а почему бы мне ее попробовать с портрета сделать? Вот, брат. Получился алмазной вышивкой. Затем, что-то хотелось еще интересного, нового. Увидела, что в моде сейчас в тренде расставы цветы. Надо как-то тоже попробовать это интересное рукоделие. И вот на лицо. Мое произведение. Они... Потом думаю, как это так? Они еще могут светиться, они еще могут светом играть. И благодаря вот супругу, он мне помог с электричеством, мы сделали вот такие светильники. То есть уже они засветились у меня. Помимо этого, еще увидела технику по твердому. Здесь представлено. То есть это очень легкая техника. Бумага на бумагу наклеивается и выливается жидким стеклом. И картина сразу играет разными цветами, 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 цветами. Помимо всего этого, на протяжении всего своего творчества, я фотографировала все цветочки, природу. Кадры могла сфотографировать в разные времена года. То есть один и тот же там дерево, мама, зимой, осенью, летом и весной. Мне это очень привлекало. Потографировала вот детей. На стенде, как показано, девочка Соня. Просто случайный кадр шла и увидела, что девочка собирает одуванчики. Мне показалось, что это очень естественно, по-детски, откровенно. И я решила ее пофотографировать. Вот что получилось. Помимо всего этого, я вставлялась... Ну, фотографировала городские мероприятия. Выставляла выставки, делала вот такая... Вот. Ну, что еще я делаю? Год назад? Ну, год назад Геннадий Владимирович пригласил у меня в творческое объединение «Штрим». Мы начали выставляться. Участвовали в серфимовичной выставке. Нам дали грамоты. Нас пригласили на открытие выставки. Было очень здорово, впечатлительно. Волнительно. Нас очень хорошо встретили, приняли. Помимо этого, Геннадий Иванович еще помогает нам дальше выставляться, принимать участие дальше в выставках. Развиваться, как-то расти. Вот. За что я хочу сказать большое спасибо Елене Васильевне и Геннадий Ивановичу предоставленную такую возможность, что вы помогли, что вы вдохновили меня, что вот такая персональная выставка у меня, что мои родные, близкие, друзья, знакомые могут посмотреть, на все, что тут саду оценить. Так что спасибо вам большое. Спасибо большое всем моим родным, близким, друзьям, что пришли поддержать и что вдохновляете меня на такое творчество. Так что можно теперь посмотреть по-принейски? Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Боброва Ольга Ивановна Собов Андрей Николаевич Хорошие работы, отличные Ну и естественно Юлия Анатольевна Уважаемые коллеги Штриховцы Пожалуйста, вам слово Потому что вы как бы первые Вы именно самые близкие Ей по духу Поэтому и вам слово Конечно Жангин Петрович Александрович Наш художник Думаю, вы все его тоже знаете Здравствуйте Все здравствуйте Сегодня поздравляю тебя Это твой, так сказать, персональный выход на люди Я первый начинал открытие персональной выставки Ну, первому всегда как-то труднее, да? А ты уже, уже какая по счету? Не помню? Ну, не важно Знаете, персональная выставка Это как в первом конце врача Врача на мальчик Она что-то требует от вас И до этого обязанностей не было Никто не говорил, давай, давай А вот сейчас После этой выставки У нас надо Давай Давай И причем С каждым разом все больше и больше И творчески Вот этот подъем Должен все увеличиваться Значит, если До этого ты вот Делала Вот эту красоту Значит Ну, в следующий раз Мы увидим еще Наш Великий Повелитель Геннадий Иванович Он даже сказал Меня Удивить Невозможно Трусно Удивить Но вот сегодня И я так Придерживался Его мнения Меня тоже трудно убедить Но я смотрю Вот этот портрет Я тут спрашиваю Как он сделан И как он сделан Это очень Охвально Так что Ты удивила И тебе творческих успехов В следующий раз Я не буду опаздывать Чуть пораньше Приехать Все Рассмотреть Мы еще вместе Будем Сегодня еще Рассмотреть Да Сегодня Мы еще Сегодня Вот Стихон Не разбирайся Такое Блин Собрание Пока Тут гости Будут Рассматривать Работу Мы быстренько Соберемся Быстренько Обсудим Свои Потом прочитал И говорит О, вот здесь Выставка Ребенок Говорит Пойдем Она говорит Нет, погоди Что-то тут серьезное Я говорю Да идите Там выставка Очень хорошая Она говорит Сейчас Собережит Пойдет И придет Конечно Она придет И вот Знаете С каждым разом Я Уже Убежден Что Будет Вот это Персональный Будут Персональные Выставки Они все Лучше И лучше И подготовка К ним Лучше Я когда Первый раз Я не знал И Кеннадий Иванович Хотя он все знает Но Почему-то Я не так сказал Надо Что-то Я бы Идельный Ночь Сидел бы И спал И делал Эти афиши Афиши Но Без афиши Прошло Набираемся Опыта Набираемся Все Мы Только Второй год Работаем Третий Да? Третий Третий год Мы все Молодые Зеленые Но У нас уже Знаете Сколько Много Много Выездов Много Работ Было Мы Многим Показали Не только Суровидевцам Но и показали Клетским Жителям Мы Сельфимологическим А сейчас Сейчас уже За Волгу Перебрались А Даже Волгограде Несколько раз Мы Уставлялись Но Геннадий Иванович Сказал Теперь Мы Мы Еще Уберли Лег Лег Или Недволь А потом Уже И Вокитая Да 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 Мы Завалев Вокитая Это Мы Возьмем 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 Спасибо Спасибо Пожалуйста Вальтер Юлечка Я Поздравляю Тебя С открытием Выставки И Желаю Тебе Всего Самого Хорошего Здоровья Удачи И Конечно Успехов И Чтобы Ты Нас Радовала Вот Такой Красотой Удачи Тебе Всего Доброго Спасибо Вот Еще Один Наш Юный Мастер Машинцева Валентина Николаевна Хотим Сказать Большое Спасибо За Выставку Ты Очень Замечательный Человек Творческий Человек И Желаем Чтобы Тебе Дальше Было Вдохновение Чтобы Ты Не Унывала Всегда Улыбалась И Была Всегда Жить Нерадостной Спасибо Это Наша Великая Помощность Она Все Два Дня Помогала Нам Развешивать Картины Расставляем Цветы Так Ну что ж Приходцы Есть у нас Еще Кто хочет Добрый Я Дебютант Последний Крайний Претендующий На Члены Творческого Мнения Я скажу Так За Творчеством Юли Я наблюдаю Давно В интернете Соцсети Сейчас Это Все Часто Мы Пересекаемся На Различных Общественных Городских Мероприятиях То есть Всевозможные Гонки Скачки Там Всех Я Всегда Тебя Видел То есть Ты Всегда Впереди Квадроциклы Это Кавалерия С шашками Все это Конечно Было Вот Ну вот Я очень Рад Что Открыл Тебя Сегодня Как Еще Художник Настоящий Художник То есть Не важно Рисует он Кистью Или Рисует он Блестками Или Мне Непонятной Техникой Для меня Это Открытие Конечно Поперталь Я даже не знаю Переводчик Техника Бумаги То есть Папер Я знаю Что такое По-английски Да Бумага На бумагу Накладывается И Придумали Сейчас Не раскрывай Все Я сегодня Верно Смотрю Как жидкое Стекло И это Все заливается И картинка Начинает Выпекать Своими красными Я вижу Это Наживает Да Это Вижу Я хочу Что сказать Мне ближе Конечно Фотография Вот Критерии Хорошей Фотографии Вот Когда на нее Смотришь И жалеешь Что снял Не ты Вот И второе Такое Я хочу сказать Что вот Искусство Это искусство Вот оно Понятно Всем То есть Критерии Хорошего Или гениального Произведения Вот смотришь Не важно Не нужно Объяснять Вот на это Смотришь И не хочешь Отводить глаз Поэтому Конечно Творческих Успехов Конечно Я не могу Сказать Роста Здесь Вверх Расти Есть В ширину Расти Нужно Людей Приобщать Открывать Новое Спасибо 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 Сотрудничать С нашим музеем Это литературный Клуб Живоротник Вы знаете Тоже Очень Я начну Наверное С руководителя На литературе Ну мы действительно Да Сотрудничаем Уже Как одна Семья Стала Мы приходим Вам На ваше Соседание На ваше Открытие Выставок Вы посещаете Наши Презентации Юляшка Мы Тебя тоже С тобой Давно Знакомы Да Мы Знакомство Было По фотографиям Вот И поэтому Развитие Твоего Творчества Поражает Что Ты такая Молодая Юная И такая Рукодельная Девочка Что Сегодня Не часто Встретишь Ну а Что пожелать Тебе Дальнейших Успехов И чтобы Ты всегда Не растеряла По жизни Вот эту Свою Открытость К людям Вот это Свою Свою Доброту Чтобы Ты всегда Удивлялась И находила Чему Удивляться Ну а Мы тебе Подарим От нашего Клуба Самое Ценное Что есть У писателей Это Книги И вот это Заниматься Со школьной Лет Да Еще в школе Вот Мама приобщила К этому Подсадила Подсадила Мужу приходится С этим Смиряться И тогда Помогать Включаться В Дворчество Все уже И вот Вы же Надо Научить Ну Вот Подтихоньку Свою Творчество Да Вот Уже Сегодня Начало Положено Судоаппаратом Судоаппаратом Да Даже Подсядет Ну Кто еще Так Ну Я думаю Следующим Президенту Клуба Предложим Слово Николай Григорьевичу Яманову Он Сейчас Свои Красивые Стихни Безуси Прочтетно Я хочу Поздравить С первой Высеркой Желателей Всего Самого Моего Лучшего Мы Когда Выпустили Тоже Белый Монах Бесконечно Были Горды И рады Что Прославляем Свой район Сейчас Пошло Дальше Район И область У нас И по России Я надеюсь Что У Юлия Будет Тоже Самое Поздравляю С тебя И С его Самого Моего Семье Тоже Любви Всего Самого Моего Я думаю Мы Недалеко Живем Я Всегда Знала Что Она Фотограф Что Знаменитый Такой Человек Вовлекаю Всех Но То Что Еще И Вот Эта Вышивка Я Не Знала Вот Видите Как Все Ново И Я Думаю Все Равно Самый Большой Салант Человека Это Его Движение Вперед Всегда Вперед 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 Это Прогревает Нам Жизнь Ну Что Вам Прочитать Сегодня Главное Чтобы Вот Это Не Было Скуки И Обыденности Называется Два Врага У Меня Есть Два Врага Скука И Обыденность Не Могу Никак Прогнать Такова Действительность Очень Хочется Порой Жизнью Насладиться Но для этого Любой Сладышком Сидей Голова Моя Трещит Чем Мне Заняться День Опять Зря Пролетит Ну За Что Ж Взяться Надоело Прочь Враги Сколько Обыденность Все Все Побью Рекорды Спасибо Насладшими Сладышком Аплодисм Доставит Тоже Замечательному Человеку Активному Помощнику Музея Это Александр Георгиевич Сахаров Поэт Песни Владимир Мастер, у меня учишь, вы же меня хоть хреном называете, або нам говорит. Я хочу немножко, вот Владимир Берыш и Глен Васильев, я уже сказал, как наши две противодные звезды. Лягушки путешествуют. Да, в среднюю охоту, не поеду, ну, дела у меня вообще эти всякие депутатские сейчас избиркомность. Я говорю, как без вас? Вот все уже сиротеет. Поэтому, вот уже без них никак, без них никак. Они как талисманты. Да, как талисманты, все любите, жаловать. Ну, Владимир Берыш, я что, раз что я хамоза узнаю, но вот, ездил на вышивку, узнал, что стать художником, надо начинать с козьего молока. Ну, пью в козе молока, где-то, у того есть перспектива стать художником. Вот сегодня услышал, я удивил, видишь, мама подошла, говорит, попробую, попробовала, говорю, вот. А меня мама вот как-то просила, дедка, попробую, я попробовал, ну. Знаете, что-то еще должно быть. Ну, это смесь. Я вам сейчас попробую спеть через песни. Правда, не совсем здоров, я, но поздравим. Есть, смотрел, много новых лиц, не все слыхали еще, да? Наверное, нашу хвалебную... Сравителю, сравителю. Сравителю, сравителю. Ким. Во все века, во все века, во все века, от вражеских оттах, Родную землю бережет казак, всегда готов к работе и седло. Гордимся этим, только скажем, но... Гордимся, а что в гостях? Сравителю, 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 сравителю. А чтоб умеем так жить и давать, Таких в России больше не сыскать. В России много и озер, и ех, Продум все доли, поем из века в век. Богатство это Богом нам дано, Гордимся этим, только скажем, но Но в Суровихина красивая река, Зовет Сочир, бежит издалека, И поры бачить, и позагорать, Такой в России больше не сыскать. Но в Суровихина красивая река, Зовет Сочир, бежит издалека, И поры бачить, и позагорать, Такой в России больше не сыскать. От россиян глаз не отвесит, Красивей женщин в мире не найти. Известно это всем уже давно, Гордимся этим, только скажем, но. Но в Суровихина красивая река, Зовет Сочир, бежит издалека, И поры бачить, и позагорать, Такой в России больше не сыскать. Но в Суровихина красивая река, Зовет Сочир, бежит издалека, В России много дивной красоты, Леса и горы разной высоты, Цветут сады и на полях зерно, Гордимся этим, только скажем, но. Но в Суровихинах мы гаражей и белей, Над земью неба выше и синей. Здесь так легко влюбляться и мечтать, Такого места больше не сыскать. Но в Суровихинах мы гаражей и белей, Над сверху неба выше и синей. Здесь так легко влюбляться и мечтать, Такого места в мире не сыскать. Такого места в мире не сыскать. Большая аудитория волнует сейчас. Рано в стадион находить. Что-то слышал? Это теплый июньский дождь, Ты сказала мне, сумасшедший, Ты сказала, что не придешь. В этот теплый июньский дождь, Ты сказала мне, сумасшедший, Ты сказала, что не придешь, Что наш поезд, давно ушедший, Разреши мне тебя обнять, Своим сердцем к тебе прижаться. Ты сумеешь без слов понять, Что не надо любви бояться. Не говори нельзя, не отводи глаза, Я чувствую дрожит твоя рука. Ведь если не придешь, Холодным будет дождь, И превратятся в тучи облака. Не говори прощай, А встретить обещай, Со мною утро завтрашнего дня. И будет ясным день, И теплым дождь, Как будет, если ты придешь. Кто придумал, что мы должны, Седины на висках стесняться, Кто решил, будто мы нужны, Только внуками заниматься. Разреши мне тебя обнять, Твоим сердцем к тебе прижаться. Ты сумеешь без слов понять, Что не надо любви бояться. Не говори нельзя, Не отводи глаза, Я чувствую дрожит твоя рука. Ведь если не придешь, Холодным будет дождь, И превратятся в тучи облака. Не говори прощай, А встретить обещай, Со мною утро завтрашнего дня. И будет ясным день, И теплым дождь, Как будет, если ты придешь. Повторяешь на кентерсле, Будто возраст любви мешает. Тот, кто выдумал этот бред, Ничего о любви не знает. Разреши мне тебя обнять, Своим сердцем к тебе прижаться. Ты сумеешь без слов понять, Что не надо любви бояться. Не говори нельзя, Не отводи глаза, Я чувствую дрожит твоя рука. Ведь если не придешь, Холодным будет дождь, И превратятся в тучи облака. Не говори прощай, А встретить обещай, Со мною утро завтрашнего дня. Будет ясным день, И теплым дождь, Так будет, если ты придешь. Так будет, если ты придешь. Так, уважаемые друзья, пожалуйста, Литературный клуб, кто еще хочет высказаться, пожалуйста. Мужчины, может даже это будет более приятно. Суровинина, они раз и пришли. Вот я буду второй раз, если выставку делал, То с Буратского я на КамАЗе весь пункт делал. Или выставку в Буратском. И пусть Суровинина, да? Да, и пусть Суровинина. Когда мы на КамАЗе, кто? Ну кто-то скажите еще что-нибудь. Тут же друзья. Скажите. Кто-то не должен. Творчество сменяется родственниками. Ну, хотела бы начать я. Юля очень творческая, всегда такой была. Да, она создает красоту не только у себя дома, дома мамы, у всех родственников, друзей. Она, Федору, дарит свои работы и учит творчеству моих детей. Например, я как бы не поддаюсь. Да, не поддаешься, да. Не поддаюсь. Мы уже начали крестиком. Да, спасибо, Юля, что расширяешь наш словарный запас с словами Собертовой. Фомиарам. Фомиарам. Да. Да, да, да. Вот. Поздравляю тебя с твоей первой выставкой. Я думаю, будет еще очень много. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мама делает вот так. АПЛОДИСМЕНТЫ Пусть мама так. АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга Яковлевна Быстрова. Уйди поближе. Человек очень творческий, который умеет делать все, мне кажется. Человек, который меня вдохновляет на всякие интересные идейки, на все творчество. Для каждой мамы, конечно, как говорится, каждой курите свое внизу хвалят. Но я хочу сказать, что Юля с детства у нее была, и она говорила о школьной школе. У нее с детства были такие увлечения, потому что и в детском саду, и в школе она всегда участвовала во всех выставках, во всех конкурсах всякие. Сначала из бумаги там, как она называется. В лекарстве. Да. Делала потом из тканей. А это уже как бы она стала более профессионально, скажем, выполнять. То есть у нее есть такое хорошее качество, что она любую работу доводит до конца. Ну, и начала, и бросила, у нее такого нет. Она до самой рамочки доходит. То есть сделала, оформила. Сделала, оформила. И в основном у нее все это расходилось на подарки, потому что очень многих хороших работ здесь нет. Они уже давно раздарены. Ну, и по этим работам, я думаю, все равно можно понять ее увлечение. Спасибо вам большое. Очень важно. Понимаете, вот вы скромничали так. Ну, во-первых, спасибо, конечно, родителям за то, что мы благодаря им. Мы благодаря им. Да, мы благодаря им. И двойне спасибо тем родителям, которые увлечение детей поддерживают. Пусть им даже не нравится, что ты делаешь не так. И не говорят, что ты ерундой занимаешься. Лучше пойти там в огороде, там покопайся, там лучше уроки вон поделать. Наоборот, подхвалить, поддержать. И тогда этот человечек, а потом и взрослый свое, он сделает, он найдет место, то есть найдет время и на свою работу, и поможет, и в огороде справится, и одет приготовит. Поэтому вам за это. Большое спасибо, что вы ее поддержали с самого начала и поддерживаете сейчас. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажи, просто здравствуйте. Я вам сейчас буду раскрывать все маленькие-маленькие секреты, потому что мы дружим на протяжении очень долгих лет. Скажу вам, что фотографировать более профессионально она начала шесть лет назад, когда пускала фотоаппарат профессиональный и была наша с мужем предсвадебная фотосессия. Вот это было, как я выбирала. Поэтому она у нас сохранилась. Я думаю, мы, когда у нас будет юбилей, обязательно будем показывать ей, говорить, что это работа Юлечки. Также еще хочу раскрыть секрет, что помимо того, что из семи дней в неделю шесть она работает, она занимается спортом два-три раза в неделю, она также мама поскромничала и сказала, что маме помогает в огороде сажает и все такое. Еще успевает вот это вот все делать. Поэтому я хочу сказать, что она очень-очень большая молодец. Я горжусь, что у меня такая-то подруга замечательная. И хочу пожелать, чтобы на протяжении всей твоей жизни тебя всегда сопровождало творчество, твои близкие, твоя доброта, которая прислась к ней, конечно же, любовь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, с Сашей мы тоже очень довольно дружим. А время хватает-то, Юль, с друзьями встречаться? Хватает. Хватает, да. Хватает. Это хорошо. Хватает. Родственники, друзья, кто может существует? Да, ну скажите что-нибудь ваше. Юль, ну я не буду ходить так скажем. У меня очень нравится твоя творчество. У меня есть твой строгенький сведенничек, который всегда погревает вечером белую такую теплую атмосферу. Ну, я хочу сказать, чтобы ты не останавливалась, а продолжалась, расширялась и процветала, как твои розочки. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я даже сейчас соединюсь, это невероятно, потому что я сегодня увидела. Для меня это человек, который вообще ничего не умеет делать. Это просто. Это просто. Это просто. Ты сегодня удивила. Я рада, что я знакома с тобой. И не перестаешь нас удивлять. И у нас у каждого твои цветочки, картинки. Я не знаю, ты невероятный человек. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мне так приятно. Столько положительных эмоций. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В процессе, как только закончилось. И всегда это вот частичка хорошего настроения. И всем хочу сказать спасибо, что вот эти частички сегодня собраны в большой праздник. И Юле спасибо, и организаторам спасибо. Ну и вдохновение только, все остальное есть у тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые друзья, вы видели артишу прекрасную, на которой написано, что персональная выставка Юлия Кушина будет работать с 7 июля по 14 августа. Поэтому приходите, приводите своих друзей, знакомых. Мы всегда вам рады и всех рады видеть. Но можно, чуть-чуть, конечно, извиняемся, что при очереди это все к твоей персональной выставке. Но хочется еще сказать, что наш литературный клуб тоже активно работает. Выезжают постоянно, участвуют во всех конкурсах. И сегодня хочу слово предоставить. Клинария Рязани турецкая, она как раз хочет поблагодарить своих членов своего клуба тоже. Сейчас только мы радовались за награду, которую получили штриховцы, да? И действительно, мы искренне рады тому, что у вас есть успехи, что у вас уже заметили, и вы уже получаете награды. И немножко скажу, что наши литклубовцы тоже ездят, если могут, по мероприятиям, участвуют в конкурсах, фестивалях. Сегодня у тебя праздник. Я вам хочу показать. В мае члены литклуба ездили, принимали участие в закладке сада Шолохова. И вот такие сертификаты получили. Сертификаты. Союз писателей России. Это ничего он не дает. Он дает то, что человек участвовал в закладке на всероссийский сад, который заложен на народу Микаева Шолохова. И вот среди московских гостей, сибирских, со всех сторон были гости, члены Союза писателей и пригласили членов нашего клуба, самобытных наших талантливых авторов. Вот ездили наши несколько человек. Сертификат по техникум Татьяне Ивановне, участнику закладки сада Шолохова в честь 60-летия Союза писателей России в Стальнице Каргинской, Шолоховского района Ростовской области. Вот такие сертификаты. А вот это не стоит. Конечно. А как же не стоит? Доброе дело, когда дерево сажать человеку, самое доброе дело. Еще хочу я подарить, мне подарили по случаю, значит, уже по линии соцработы подарили книги Бориса Якимова, нашего певца Дона, известнейшего писателя, земляка Калачевца. И я хочу подарить вот одну книгу Енаде Ивановичу, потому как, я думаю, что она будет, так сказать, более нужна, он с нее черпает, потому что, объясните, Енаде Ивановичу публике, почему для вас? Ну, во-первых, действительно, Енаде Иванович, я считаю, один из таких вот ярчайших представителей современной литературы, который, наверное, после Шолохова только вот, никто больше не раскрывал так казачью тему, как он. Ну, и я, как-то остальное, что тоже. Вот, вот это вот. А казачьи, что нельзя. Нет, а еще, прочитав ваше произведение, не скромничайте, расскажите народу. Отправил, Енаде Иванович, отправил ему, ну, договорились с ним, что он прочитатель даст свои рекомендации по творчеству, потому что маститый писатель, естественно, что есть всегда чему учиться. И вот что он ему сказал, прочитав это. Ну, в общем, был такой момент, когда действительно мы с ним пообщались, и говорили, что он человек настроения, может, и я вот боялся этого. Ну, так получилось, что мы с ним действительно где-то там где-то 40 общались, и он просто мне сказал одну такую фразу, что, ну, что тебе, типа, я там буду рассказывать, усталковать, ты профессионал. Спасибо. Спасибо. Аккуратно. Аккуратно. Самое отличное. Большое спасибо, большое спасибо. Ну, а вы знаете, что я как цыганка обязательно выпрошу еще. Потому как у нас есть еще один член фитературного клуба, это наш Аксакал, Арьков Виталий Григорьевич. Он земляк, смотрите, в любимом. Он знает, вы видите, я думаю, это будет у него библиотеки очень хорошим подарком. Так что я подумала о вас прежде всего. Я еще учился в школе, я учился с вашим братом в одном классе его, Марисей Кимов. И он не часто бывал, и потерянного, знаю, его хорошо. И очень-очень люблю ее творчество, это вообще великолепно. И бывает и подорожает, когда пишут по парам. Ну и совсем недавно, на днях, мы ездили в Волгоград за награды. В этом году были подведены итоги Дни казачьей литературы. Они проводятся под эгидой Комитет по делам национальности и казачества в Волгоградской области, под эгидой Союза писателей России, клуба Парнац и Царицинского фонда культуры. Ну, к сожалению, этот фестиваль подведения этих итогов должен был состояться в мае. Потому что родоначальником этого праздника являлся Евгений Александрович Куйкин. Но у него в мае должно было ему исполниться 15 мая 90 лет, но буквально за 4 дня до юбилея он скончался. И поэтому, естественно, перенесли, должны были 15 мая праздновать и проводить это подведение, но перенесли вот сейчас. Мы ездили, были приглашены в казачий театр, там проводилось мероприятие, состоялась презентация последнего его прижизненного издания, мания, трилогия. И после презентации мы прошли потом в зал, где уже с экрана он нам вещал, и были кадры, показывали его интервью, всякие заставочки были, и награждения. Там туда не смогли попасть, поэтому здесь выручаю. Диплом лауреата награждается Потехина Татьяна в Суровидинский район. Спасибо. Так. Диплом лауреата награждается Скляров Александр Петрович. Поздравляю. Спасибо. 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 Диплом. Ну здесь нет, но я хочу все равно сказать. Николаева Людмила Михайловна тоже награждена дипломом. Хамай Владимир Ромазанович, он уже получил просто. Затем, значит, наши работы были в числе призеров. Третье место в номинации проза занял у нас Арьков Виталий Гриориев. Мы ему уже просто передали по привету, вот сейчас я просто немножко повторяюсь. И я хочу вручить диплом лауреата третье место в номинации проза Чудина Алла Васильевна. Поздравляю вас. И занявшим призовые места вы дарили вот такую трилогию. К сожалению, мне только благодарственное письмо, трилоги не подарили. Но буду вас брать читать. Это я хочу сказать даже, что это раритетное издание. Вышла эта трилогия всего на 300 экземпляров. Может быть, будет потом переиздание, а может быть и нет. Так что вы их в числе счастливчиков. Также третье место у нас в номинации молодые голоса занял Сергей Щербаков. Это со станицы Нижний Чир, мальчик. Ну, он 11 классик уже выпускник, просто не смог поехать на эту презентацию. Второе место в номинации проза занял у нас Геннадий Иванович Антюфеев. И блестали наши поэты. Второе место в номинации в поэзии заняли Юрий Сахаров, который сейчас перед вами исполнял песню Сахаров Владимир Георгиевич. Мы от души рады за наших коллег. И сегодня здесь не присутствует Глебов Леонид. Это со станции Чир, наш член нашего литературного клуба. И сказал, что Николаевой. Так что спасибо всем большое за участие, за победы, за то, что вы прославляете наш район. За то, что вы нас заславляете, а мы вас. Спасибо за то, что вы рады. Уважаемые друзья, завтра еще один очередной праздник, который у нас в России празднуется 8 июля. Это день любви и верности. Я считаю, это замечательный праздник. Еще один повод. Поздравить все свои семьи, собраться за праздничным столом – это всегда замечательно. И у нас в нашем музее есть наши замечательные семьи, которые посещают постоянно наши мероприятия, участвуют мероприятия. И, конечно, это активные помощники нашего музея. Первая замечательная семья, которую я восторгаюсь, люблю их, обожаю. Это семья Антифеевы – Ужва. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья нашего музея, спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И всех, всех глав, и всех в сегодняшнем, всех сегодня, кто у нас тут присутствует, всех с таким замечательным праздником. Ну, а сегодня у нас один замечательный праздник – достойный праздник – открытие персонального выступия Юлиины Пушиной. Поэтому вам даем время, пожалуйста, дорогие друзья – Фото на память. Выставку, посмотрите. Мы вас никого не выгоняем. Сколько нужно, столько. Находитесь в музее. Активы. Конечно, активы. Человек все отдает. Фото, активы. Спасибо всем большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok